Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 10 февраля. В Алане стоит очень классная погода. Покажу вам чуть позже. Ну а мы с Ахметом и Сайханом едем по делам, поэтому одновременно покажу вам все самое интересное, что будет с нами происходить. Ну и, конечно же, покажу вам нашу прекрасную Аланию и какая она в феврале месяце. Ахмет за рулем. Айхан. Привет. Айхан помощник пилота. И вот такая вот у нас потрясающая погода сегодня. Сегодня с утра было 14 градусов. Дует немного прохладный ветер. Ну а на солнце градусов 18-20 точно есть. На солнце очень жарко и классно. Субтитры подогнал «Симон»! Мы сейчас едем в сторону Газипаши от Алани до Газипаши. Примерно 40 километров и дорога проходит по очень-очень живописному побережью. Поэтому, если вы не были в Газипаши, смотрите наши видео из Газипаши. А сейчас мы едем в деревню, которая называется Урак. Она находится между Алани и Газипашой. В деревне проживает около 400 человек. Молодежь проживает в городе. Молодежь из этой деревни учится в университете. И в основном жители этой деревни занимаются сельским хозяйством. Выращивают бананы, помидоры, огурцы. И живут вот в таких вот домах. Сейчас мы с вами находимся в теплице, где выращивают огурцы. И хозяин этой теплицы сказал, что с момента того, как появляется цветок, цветок превращается в огурец в течение 10 дней. Сейчас уже конец сезона. И в скором времени он будет выращивать здесь уже не огурцы, а думают, что будут выращивать дыни или какие-то другие овощи. Но сейчас огурцы, конец сезона, снимут последний урожай. И будут думать, что выращивать в дальнейшем. В Алании фрукты и овощи растут и поспевают 12 месяцев в году. Поэтому здесь производство нон-стоп, производство не прерывается никогда. Собирают урожай. И вот вы видите и уже спелые огурцы, и рядом цветочки. Также у хозяев этой теплицы есть апельсиновый сад, куда мы с вами сейчас пойдем, есть оливковые деревья. Этот район между Аланией и Газипашой, ну и, конечно же, Газипаша, район, где очень развито сельское хозяйство. И вот вы видите очень много теплиц. И здесь, как я уже говорю, выращивают бананы, огурцы, апельсины, помидоры, баклажаны и очень много тропических фруктов. Посмотрите, какая потрясающая природа. Красота. Находимся совсем недалеко от города, но красота невероятная. Такое ощущение, что где-то в глубине Турции, в деревне. И посмотрите на эти апельсиновые деревья. Апельсины прям, прям под тяжестью апельсин. Крона обвисает. Очень красиво. Апельсин является символом Антальи, символом Аланьи. Напишите в комментариях, хотели бы вы, будучи в Аланьи, приехать в такой сад и самостоятельно собирать апельсины или оливки, ну или даже огурцы. Вот это оливковое дерево. Ну, конечно, оливок сейчас нет. Оливки все уже собрали, не сезон. Посмотрите, насколько красив этот сад. Вот здесь лимоны. А здесь оливковые деревья и апельсиновые деревья. И февраль месяц. Распустились цветы. Очень красивое место. Просто невероятно. У хозяина этой плантации более 1500 оливковых деревьев. Видите, как ветки прям аж ломаются под тяжестью апельсина. Тяжестью апельсин. Вот такое вот Аланийское солнце. Аланийское солнце, спрятанное в апельсинах. Эти апельсины натуральные, без добавления каких-то химикатов. Они растут без добавления каких-то химикатов, удобрений и так далее. И посмотрите, какая красота. Я думаю, что каждый из вас захотел бы побывать в таком потрясающем саду. В деревенском доме. Представьте, вы приезжаете на завтрак в деревенский дом. Кушаете вкусный завтрак с деревенским сыром. Потом немножко отдыхаете. Идёте в сад. Собираете вот такие вот красивые, потрясающие апельсины. Тут же их кушаете. Они настолько сладкие и сочные. Потом идёте на обед. Готовите обед вместе с хозяйкой дома. Кушаете этот обед. Идёте опять в сад. Собираете огурцы. И вечером возвращаетесь обратно домой. Или даже можете остаться на ночь. У нас есть такой проект. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем его осуществить. И все вы действительно прочувствуете жизнь в турецкой деревне. Представите, какая красота. Иди сюда. Петух. Петухи в апельсинах. Помимо апельсин, здесь также растут лимоны. Их я вам уже показывала. Но вот на этой стороне особенно большое количество лимонных деревьев. И сезон тоже заканчивается. Скоро лимоны будут собирать. Очень красивое место. Посмотрите, какие горы. И вот там вдалеке вы видите большое-большое количество теплиц. В этих теплицах выращивают, насколько я вижу, выращивают бананы. Ну, а вот так вот выглядит сама деревня. Этот дом еще построили. Наверху отделки еще нет. Наверху уже живут. Внизу только будут делать отделку. Что там, Ахмед? Авокадо. А вот это дерево авокадо. Посмотрите, какая красота. Авокадо. Спелые, красивые авокадо. Да, в Газипаше еще растут и авокадо. Просто огромное количество авокадо. Супер. Супер. God, много красивой авокадо. Их ripкать. Ахмед! Анна попрощища víмя. Ач Cirкер. Ахмед! Афмед! Добрый день. Более Сверху не подожди Охом Большой деревне помидоры Настоящий деревне помидоры Бурган, ты не будешь? Тады очень вкусные Тады очень вкусные Тады очень вкусные Да Хммм Видишь? А сейчас мы находимся в теплице, где выращивают деревенские помидоры Они отличаются от другого вида помидор Они вот такого вот типа И сейчас Их собирают Когда они еще не покраснели Вот такие вот Красивые Ну что, дорогие друзья Это было невероятное путешествие В деревню В воскресенье Мы Несмотря на то, что Наши Туфли, кроссовки и ботинки Испачкались в грязи Самое классное Это было Посмотреть Как Выглядит деревня Конечно же Что же здесь растет И конечно же Увидеть, насколько богата эта земля Потому что Здесь растет все Круглый год Самое главное Все это Правильно использовать Правильно Продавать И правильно Для того, чтобы Местные производители В первую очередь Зарабатывали деньги Сейчас переворачиваю камеру Показываю вам еще раз Всю эту красоту И Мы уже отправимся В центр города На другое мероприятие В Аланье Февраль Но Даже в феврале Распускаются цветы И посмотрите Какая красота вдали Зеленая трава Оливковые деревья Просто красота Невероятная Словами Не передать Прям вот хочется Здесь Течет небольшой ручеек Прям вот Хочется Перепрыгнуть Через этот ручеек И отправиться Вот туда На поляну Красота Красота Спасибо большое Хозяевам этой земли За то Что пригласили нас В гости Ну и вот здесь Уже начинаются Лимонные сады Которые Я вам раньше показывала Очень Красивые Сочные Такие Фрукты Потрясающие Просто Потрясающие Огромное количество Лимонных деревьев Которые растут Рядом с Оливковыми Деревьями Большое количество Вот можно увидеть Наверху Большое количество Плантаций Теплиц С бананами И Одно Удовольствие Конечно же Здесь Находиться А самое главное Одно удовольствие Знакомиться С потрясающими людьми Которые работают На земле Которые Живут этим Очень Красиво Вот такое Солнце Солнце В апельсинах Холонийское солнце В апельсинах И в лимонах Представляете Какая красота Потрясающая И на этой Прекрасной ноте Друзья Я с вами прощаюсь Надеюсь Что вам понравилось это видео Пишите Комментарии Будем рады ответить На все ваши вопросы Всем всего хорошего Пока 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 Продолжение следует...